Важная новость на постсоветском пространстве в процессе экономической интеграции включается Армения. Она вступит в таможенный союз, созданный Россией, Белоруссией и Казахстаном и намерена участвовать в формировании Евразийского экономического союза. Об этом объявлено сегодня после российско-армянских переговоров на высшем уровне. Владимир Путин выразил уверенность, что этот шаг, среди прочего, позволит вывести на более высокий уровень экономические отношения между двумя странами. Российская страна поддерживает решение Армении о вступлении в таможенный союз, участии в формировании евразийского интеграционного процесса и его оформления. Будем всемирно содействовать этому процессу. Уверен, что подключение Еревана к евразийским интеграционным структурам придаст мощный импульс взаимовыгодному экономическому сотрудничеству. В Армении работают около 1300 российских компаний, более 25% всех совместных предприятий с иностранным участием. Их деятельность охватывает широкий спектр – газовую, атомную, гидроэнергетику, транспортную, телекоммуникационную и финансовую сферы. В фокусе нашего внимания были и международные проблемы. Разумеется, мы обсуждали и проблему карабахского урегулирования. Я еще раз благодарю Сергея Азатовича, всех армянских друзей и партнеров, за полезный и откровенный разговор. Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза. Это рациональное решение, и это решение исходит из национальных интересов Армении. Это решение не отказа от нашего диалога с европейскими структурами. Уверен, что реализация всех наших договоренностей придаст новый импульс нашему стратегическому союзническому партнерству. Сегодняшнее решение скреплено подписями под совместным заявлением глав государств. В нем говорится также, что Россия и Армения договорились по вопросам поставки энергоносителей, подтвердили переверженность к мирному разрешению карабахского конфликта, будут укреплять военно-политическое сотрудничество.